Поэтому война ведется очень многими методами. А что уничтожение языка – не война? А что уничтожение культуры – это не война? А что уничтожение национальной традиции – это не война? Ну и так далее, и так далее. Понимаете, наш народ и народы, коренные народы России, имеют удивительно богатое прошлое. Все говорят, что вы идиоты, зачем прошлое? Нам нужно в будущем. Так вот, в будущем не существует без прошлого. И чем больше мы знаем о прошлом назад, тем больше у нас будущее впереди пропорционально, а не наоборот. А чем меньше мы знаем о прошлом, тем меньше будущее у нас впереди. Так вот, как один человек мне сказал, если я не обращал внимания, просто опять-таки, как привычка сказывалась, прошлое – прошел уже я. Настоящее – на чем стою еще я. Будущее – буду еще я. Буду еще я. Коротко, только быстро произносить будущее. Так вот, прошел уже я – это то, что уже прошел. Потому что, если вы… Опыт прошлого позволяет нам в настоящем не ломать дров, то, что было в прошлом, и построить будущее, где нет результатов прошлого, которые были из ошибок. Поэтому, чем больше и глубже мы знаем наше прошлое, реально, а не фальшиво, которым навязывают, тем нам будет лучше построить будущее. А врагам нашим, странным паразитам, выгодно уничтожить, чтобы не было прошлого, нет настоящего, не будет и будущего. Они сводят к этому. Потому что сколько молодых людей, что мне радует, прислать письма, которые пишут, что вот прочитал ваши книги, и начал гордиться, что я русский, что я рус, что я родился своей страной, боился интерес к знаниям, которых у меня не было, и т.д. и т.п. И вот это радует, потому что, когда люди приобретают мировоззрение, понимание, я считаю, надеюсь, что мои книги несут мировоззрение, цельное, с моей точки зрения, по крайней мере максимальное, что я смогу выдать. Просто еще не все закончено, продолжаю работать. Является, с моей точки зрения, очень важным, именно потому что без этого у нас нет, реально нет будущего. И когда это уничтожает, уничтожает наше свое будущее. Может, не все будущие сидящие здесь в зале, но, безусловно, будущее детей, внуков, правнуков, сидящих здесь. Поэтому, знаете, что добились в Америке? Вот мы с моим другом говорили, вот американцам, он сам признает, американцы мысят категорию 2-3 лет. Вот 2-3 года, что будет, вот их интересует. А что будет?